Есть множество, состоящее из н натуральных чисел, от единицы 2. Любимая ситуация. Давайте из этого множества выбирать случайное подмножество. Сначала одно. Назовем его А. Но выбирать его будем не так, как выбирали до того, когда рассматривали классическую вероятность. Помните, бралась куча, всех вообще два в степени подмножества, из нее одно извлекалось. Не, не так. Делаем согласно схеме Бернули, с вероятностью успеха П. П есть число, как всегда, в схеме Бернули. И делаем следующее. Бросаем монетку. Н раз. И если в этом испытании успех, если в этом испытании успех, то число И вытаскивается из этого множества и кладется в множество А. А если не удача, то не вытаскивается и не кладется. С первого раза бросили монетку. Успех, значит, единицу сюда положили. Не удача, значит, не положили. То есть у нас в А будут те номера образцов, в которых был успех. Да, да. Номера образцов, в которых был успех. Совершенно верно, да. Да. Именно так. Ну, то есть, да, может быть, и пустым, а может быть, и всем вот этим множеством. Как повезет, никогда не было успеха. Тогда пустое. Вот. Но давайте набрали множество А. И набрали точно так же, независимо от А, множество В. Точно так же. То есть, Б может совпасть СА. Абсолютно по той же схеме. Номера образцания отвечают элементам, которые попадают в множество В. Б состоит именно из этих номеров. Как это успех? Так. Предлагается найти вероятность вот такого события. С какой вероятностью эти множества вообще не пересекаются. В принципе, это не очень сложно. Но подсказка или там, не знаю, ну как, мысль состоит в том, что ответ получится очень коротким, записанным без всяких суммирований. И это можно сообразить, исходя из соображения независимости сразу. Но, конечно, надо подумать, что значит, что А и В не пересекаются. Вот так, поскольку. Вот так представить себе, что это значит, что они не пересекаются. И тогда очень красивый и короткий ответ получится сразу. Наверное, мы могли решать, если как, какую-то другую задачу, мы могли решать, что у каждого броска есть вариант, мы же не входим в одной из множеств, либо в оба. В принципе, да. Но здесь нам количество-то не нужно этих пар. Потому что вероятность не считается, как количество, а поделить на количество, это уже не классическая схема. И само количество этих пар нас не интересует. Нас интересует именно вхождение последовательных элементов. И, в принципе, вы правильно говорите, да, но количество требований считать нет.